Курс доллара, подобно самолету, взлетел ввысь, а вместе с ним и стоимость авиаперелетов и туристических путевок. Вслед за ними из виду исчезли и компании-однодневки, предлагающие туристические услуги, оставив на земле лишь россиян без кошелька и без отдыха. Все это сказалось негативно не только на гражданах. Оренейр готовится к сокращению штата и авиапарка. Оренейр до 1 ноября текущего года осуществит плановый вывод из эксплуатации самолетов Boeing 777-200ER. Вывод из эксплуатации самолетов связан со значительным сокращением спроса на перевозку пассажиров со стороны туроператоров. Все текущие контракты с туроператорами по перевозке пассажиров будут исполнены в полном объеме. Вывод из эксплуатации лишних провозных ямкостей позволит упрочить финансовую стабильность и избежать дополнительных рисков. Персоналу, задействованному в летной программе на самолетах Boeing 777, будет предложено трудоустройство в рамках группы Аэрофлот. Путешествие в этом году для россиян стало делом весьма затратным, и поэтому никому не хочется вспоминать об испорченном отпуске. А для этого нужно знать следующее. Во-первых, правильно выбрать туроператора. Во-вторых, необходимо знать, куда обратиться, если вы все-таки попали на крючок к мошенникам. И третье, это, конечно же, знать последние новости в сфере туризма. Как ему подыскать правильного туроператора, как не ошибиться? Ну, для начала нужно подумать, в какую, опять же, страну вы едете, да? То есть оценить риски, которые связаны с посещением той или иной страны. Ну, прежде всего так, на уровне личностного. При уровне турагента, прежде всего, обращайте внимание на то, сколько они лет существуют. Есть такое в туристической среде понятие, да, подснежники. Каждый раз, когда начинается весенне-летний сезон, возникает огромное количество разных агентств. Ромашка, тревел. По факту, съемный офис, купленный компьютер и куплено все, в принципе, что у них есть. К сожалению, жалобы на туристический продукт так и продолжаются. Туристические агентства, реализуя свои договоры, не всегда бывают честными с потребителями. Предоставляют не всегда достоверную информацию, в том числе и качество услуг. Хочется посоветовать потребителю в первую очередь, если у него есть претензии к качеству услуг, обращаться к туроператору в первые 20 дней по истечении действия договора. Это одно из законодательных условий. Не все потребители доводят дело до конца. То есть не все считают, что они могут выиграть, не все хотят активизировать свою деятельность. Вот в чем может быть вопрос. Куда мы можем обратиться? В первую очередь, это органы местного самоуправления. У нас в городе Оренбурге два отдела по защите прав потребителей. Это администрация южного и северного округов. Помимо этого, недавно был образован альянс туристических компаний, которые обещают защитить отдых и кошельки всех россиян. Альянсы были давно. Раньше был АТОР, ассоциация ТОР-операторов России. Пока ему доверять у меня повода нет. Вступление туда будет ограничиваться, предполагаю, внесением какого-то членского взноса и предоставлением ННН ОГРН. Но что оно вам даст? Ну, не знаю. Надо подкормить и тех, кто создавал этот проект. Просто есть идея у правительства создать реестр турагентств, но на фоне правительственного. Вот если эта идея осуществится, то это будет интереснее, поскольку курировать его будет Министерство спорта и туризма. И, соответственно, информация будет проверена и гарантирована государственными органами. Планируйте отдых тщательно. Следите, как развиваются события на туристическом рынке. И не бойтесь отстаивать свои права. Эти три правила послужат залогом хорошего отдыха и сохранят не только сбережения, но и нервы. Антон Карев, Иван Медведев, Иван Карчин. Городской телеканал ЮТОР. Городской телеканал ЮТОР.